Итак, давайте рассмотрим следующий блок информации, который нам необходимо внедрить в шаблон компонента. Это слайдер. Для него, соответственно, нужно создать инфоблок, в котором будет храниться информация. Здесь мы уже создали этот инфоблок. Единственное, что стоит отметить, это свойство, которое является дополнительным свойством, с ссылкой на детальную страницу товара, которая рекламируется в этом слайдере. Давайте перейдем в административный раздел. Контент. Вот наш созданный инфоблок. Перейдем в настройки. Здесь стоит отметить, что мы не стали трогать шаблоны ссылок, потому что они не используются. Отключили индексирование разделов и элементов в модуле поиска. Здесь есть одно созданное свойство, это ссылка на детальную страницу товара. Далее в доступах мы поставили чтение, потому что это был новый созданный инфоблок. И в журнале событий добавили запись добавления, изменения и удаления элементов. Итак, давайте перейдем в сам инфоблок. Здесь также есть два элемента. Давайте откроем какое-нибудь на редактирование. Здесь мы можем наблюдать некое описание, которое будет выводиться, картинку, и ссылка на детальную страницу товара. Давайте воспользуемся компонентом списка новостей для вывода информации из этого инфоблока. Разместим его, опять же, на тестовой странице. Давайте перейдем на страницу тест. У нас уже здесь есть ньюслист. Возьмем дефолтный шаблон. Отключим все ненужные параметры. Возьмем тип инфоблока «Контент». Слайдер. Количество новостей на странице, допустим, ограничим 10. Это может настроить администратор. Остальные настройки оставим по умолчанию. Сохраним. Итак, давайте скопируем шаблон. Дефолтный шаблон сайта. Назовем его «слайдер». И давайте теперь поймем, какую верстку нам необходимо перенести в шаблон. Откроем индекс HTML. Итак, здесь мы видим блок слайдера, два элемента и управляющий скрипт. Скопируем все это. И разместим в шаблоне компонента «Ньюслист». слайдер. Итак, опять же, нам необходимо здесь вывести ссылку на детальную страницу элемента, то есть в данном случае товара. Описание, которое есть в элементе слайдера. И также здесь ссылка подробнее. Она ведет также на детальную страницу товара. Есть картинка. Она будет браться из preview picture. Итак, давайте воспользуемся тем, что у нас уже есть здесь вывод. Скопируем наименование и цикл for each. Скопируем for each. В данном случае будем проверять наличие картинки. И если она присутствует, то выводите ее. Так, там, это массив preview picture, в котором есть ссылка на изображение. Теперь нам нужно написать наименование. Это name. Preview текст. Вот он. А теперь нам нужно вывести ссылки на детальную страницу товаров. Это у нас дополнительные свойства. Давайте для начала берем лишнюю верстку. Берем ее отсюда. Сделаем dump.art.result для того, чтобы посмотреть, где оно хранится. Идем в массив items. Итак, мы видим, здесь нет этого свойства. Нам необходимо его добавить в настройках компонента. Давайте это сделаем. Итак, мы видим в настройках. Есть поле свойства. Выберем то свойство, которое нам необходимо вывести. Это link. Сохраняем и посмотрим результирующий массив. Items. Первый элемент. Massive properties. В котором лежит массив link. В котором в ключе value и содержится ссылка на детальную страницу товара. Давайте воспользуемся этим. И выведем ссылку здесь. А также здесь. Давайте сохраним, уберем dump и посмотрим предварительный результат. Мы видим слайдер. Он работает. Ссылка на детальную страницу. Откроем ее. Да, это ссылка на страницу товара, которая указана у нас в свойстве этого элемента. Теперь давайте разместим код вызова компонента в шаблоне главной страницы. Заменим вертку вызовом компонента. Давайте сохраним и проверим. Итак, у нас появился компонент с выводом элементов из инфоблока слайдер. Давайте перейдем в административный раздел и настроим форму редактирования элементов инфоблока слайдер для удобства администрирования. Итак, мы сейчас в редактировании элемента. Давайте удалим все ненужные вкладки. Оставим только вкладку элемент, в которой сейчас у нас уже выводятся все необходимые нам параметры. В данном случае это ссылка, картинка, описание для анонса, сортировка, начало активности и окончание активности. Удалим вкладкой подробно, разделы и дополнительные. Сохраним эти настройки для всех пользователей. Итак, мы видим удобный интерфейс администрирования элементов этого инфоблока.